здравствуйте дорогие друзья как вы думаете насколько серьезно можно воспринимать официальную историческую информацию о том или ином объекте или событий ты знаешь отделы серьезные тут подход нужен в качестве примера предлагаю сегодня рассмотреть церковь архангела михаила что расположено в шатском районе рязанской области в селе юрина для людей далеких от строительства и архитектуры это просто ничем не примечательная заброшка которая стоит у дороги однако здесь я вижу улики причем улики буквально вопьют о несправедливости не будем тянуть и сразу переходим к делу для того чтобы вы сами увидели разницу между официальной версией и тем что есть на самом деле давайте зачитаем краткую официальную историческую справку впервые юрина упоминается в качестве села в писовых книгах за 1642 год в 1763 году в селе юрина на средства прихожан вместо старой ветхой была построена новая деревянная холодная церковь во имя святых мучеников флора и лавра помимо этого жителями села особо почитался архангел михаил по итогам 3 ревизии подушной переписи в 1764 году село юрина с флора лавровской церковью принадлежало восьми помещикам и в нем насчитывалось 65 дворов в которых проживало 223 души мужского и 132 души женского пола к 1911 году в селе юрина насчитывалось уже 147 крестьянских дворов в которых проживало 585 душ мужского и 629 душ женского пола жители занимались земледелием и плотницким ремеслом помимо церкви в селе имелась мельница церковно-приходское попечительство начальная церковно-приходская школа церковная библиотека в 75 томов и на 65 названий библиотеке имелась опись церковного имущества и метрические книги с 1813 года в начале 20 века старый деревянно флора лавровский храм значительно обветшал и в 1910 1911 годах на его месте был выстроен новый каменный храм во имя архангела михаила с пределом в честь святых мучеников флора и лавра здание храма было построено в стиле эклектики двухсветный четверик с притвором равны ему по высоте в 1930 годы архангельская церковь была закрыта главки колокольни и купола сломаны в советское время в этой церкви располагались тракторные мастерские настоящее время храм заброшен и медленно разрушается конец кратко официальной исторической справки самое главное что мы черпаем в официальной информации так это то что эта церковь была церковью всего 20 лет конечно в официальной информации есть и другие интересные моменты как например метрические книги только с 1813 года хотя сам храм вроде как построен в 1763 году есть и другие интересные моменты но эти 20 лет когда действовал церковь это самое основное и давайте именно с этого начнем мы видим что здание построено из крупноформатного кирпича это первое что не согласуется с официальной версией в начале 20 века для строительства новых зданий уже использовали кирпич современного размера однако ладно не будем придираться к размеру кирпича ибо любой скептик может сказать что конкретно здесь использовали старый кирпич с разбора другого здания хорошо тогда второй момент вот смотрите поролом в два человеческих роста судя по всему его сделали относительно недавно вполне возможно что уже в советское время для нужд тракторной мастерской подобную картину мы уже наблюдали в храме бориса и глеба в паречье тульской области там также не было апсиды и внутрь храма вел большой проем что здесь такого спросите вы да все очень просто если расположить переделки этого здания хронологическом порядке то получается интересная картина уже существующем здании под большой аркой поставили стену с двумя узкими и высокими арочными проемами затем эти два арочных проема также заложили а потом видимо в советское время пробили эту дыру изначальная большая арка вот которая с белыми камнями сделано двойной так делают только если предполагается что арка будет держать сама себя и крышу то есть стены в ней изначальным проектом не предусматривалась ибо если бы стена предусматривалась изначально то часть нагрузки от крыши сразу при постройке перераспределили бы на эту стену и делать арку двойной не было бы никакого смысла то что стена в большой арке построена позже говорит еще и тот факт что отсутствует перевязка кирпичей между стенами и более того ряды кирпичей не совпадают скептики конечно скажут что это мол архитектор ошибся не досмотрел не учел потребности и прочее или более того строили неграмотные крестьяне однако друзья насколько это логично здание довольно красивое и гармоничное несмотря на революции войны погоду и прочее она стоит до сих пор и радует глаз и неужели кто-то действительно верит что такую кладку до мелочей архитектор просчитал а вот стену забыл ну вы конечно скажете что здание постоянно переделывают под текущей потребности и ничего сверхъестественного тут нет и здесь вы конечно будете правы здание постоянно переделываются однако тут есть два момента которые говорят сами за себя во первых вот эти две узкие и высокие арки находятся с восточной стороны и по канону тут должна была находиться апсида в которой располагается алтарь вполне возможно апсида тут на самом деле когда-то была не это главное главное то что этих арочных проходов в апсиду всего два если кто не знал то проход в алтарь это всегда три двери центральная как правило самая большая называется царские врата по бокам от нее находятся северные и южные врата этих дверей всегда три так положено по христианскому канону а здесь разве похоже что когда-то здесь было три прохода только один этот факт уже говорит что если это и была когда-то церковь то она как минимум была построена не по канону а как мы увидим далее то церковью здесь даже не пахнет во вторых как мы помним из официальной информации что каменный храм просуществовал всего около 20 лет и за эти 20 лет его столько раз так глобально переделывали закладывая арочные окна в стене которая сама закрывает большой арочный проем еще раз напоминаю что стена с этими высокими и узкими арками построена позже основного здания и да эту стену явно возвели не советское время когда боролись с религией и в приоритете был минимализм мы видим здесь арочные проходы а в советское время их бы сделали прямыми к тому же стена построена из крупноформатного кирпича на известковом растворе и швы не расшиты и нужно учитывать тот факт что кладочный изысковый раствор долго набирает прочность в течение минимум пяти лет кирпич невозможно развить в такой стене он будет вываливаться целиком а чем стена толще тем дольше известковый раствор превращается в камень то есть это однозначно дореволюционная переделка и эрозионное разрушение кирпича это подтверждает при этом должен отметить что качество кладки стены в большой арке примерно соответствует качеству кладки основных стен здания то есть или арку заложили примерно не намного позже после постройки основного здания или использовали имеющийся строительный материал например от разбора соседнего здания причем мастера были или те же самые или такого же уровня в третьих друзья обратите внимание на штробы это торчащие кирпичи по краю стены предназначены для перевязки с частью здания которая должна быть построена позже обратите внимание что такие штрубы есть как с торца так и по бокам то есть перед нами или остаток старинного здания или недострой который чтобы не пропадал в начале двадцатого века переделали в церковь очередной след переделки мы видим прямо сбоку высокие узкие окна заложены посередине таким образом что из одного окна получилось два на разных этажах ранее я говорил что возможно апсида и было а возможно и нет если судить по этому фото то апсида как таковой не было а а это был край стены либо здесь была апсида а это было большое арочное окно в ней или дверь низ который уходит под землю хорошо заходим внутрь под куполом мы видим крюк и отсутствие штукатурки вокруг этого крюка здесь не буду утверждать что это было отверстие вполне возможно что его и не было вовсе а возможно его очень хорошо замазали на крюке во времена когда здесь была церковь вероятно висела примерно такая люстра интересно она была электрическая или на свечах если там использовали свечи то друзья просто представьте сколько хлопот было их зажигать тушите менять кстати такие крюки часто нам попадались во время исследований но что интересно в музее льва николаевича толстого в ясной поляне есть знаменитая комната под сводами а когда я спросил у экскурсовода что это за крюк такой в потолке этой комнате то он ответил что не знает но видимо на него подвешивали мясо но это я отвлекся идем далее стене противоположный пролому через который мы вошли видим что также изначально там был большой арочный проем который позже заложили сделав две двери на двух этажах впоследствии судя по всему при ремонте эту заложенную арку еще и обложили кирпичом вдоль всей стены со стороны так называемого притвора и если бы здание не разрушалась то увидеть арочный проем с этой стороны было бы невозможно мы бы видели ровную кирпичную кладку и на радость скептикам решили бы что это так строили то что стена обложена после хорошо видно по этому снимку то есть кирпич по сути просто облицовка обратите внимание на качество кладки и закладные для межэтажных перекрытий которые выполнены при возведении стены точнее даже не стены а при закладывании большого арочного прохода то есть потребность в межэтажных перекрытиях появилась при переделке этого здания и там где таких отверстий стенах не было их просто выдалбливали четко видна граница более старой части стены и поздней облицовки это еще один след ремонта именно этот поверхностный слой кирпича и является той облицовкой которая скрывает большую арку причем в углах даже имеется перевязка кирпичей если бы кирпичи не выпали в районе арки то мы бы видели кирпичную стену с ровными рядами именно поэтому так важен осмотр каждой дыры на любом объекте ибо всего одна деталь открывает целую историю а здесь судя по всему стена имела фигурный выступ вовнутрь который просто сбили видимо ради экономии места попутно пробив в закладные отверстия для балок второго этажа заметьте что в заложенных воротах эти отверстия выполнены также при возведении самой стенки видимо в это же самое время в несущей стене были пробиты квадратные окна то что они пробиты очень хорошо видно снаружи здания вокруг здания попадается флаг куски железной руды и угля этот факт нас уже не удивляет вообще естественно любой скептик имеет полное право сказать что это привезли в советское время возможно и так но нахождение руды и шлака возле старинных церквей стало уже привычным делом и среди сотен исследованных храмовых построек проще сказать когда мы не находили железную руду чем перечислять все случаи когда она была найдена наше мнение по этому объекту такое изначально это здание строилась для других целей во время катаклизма в целом она устояла хотя стены и подверглись некоторым разрушению когда жизнь стала налаживаться то это здание точнее то что от него осталось решили отремонтировать и хоть как-то использовать по нашему мнению капитальных ремонтов было два первый в девятнадцатом веке вероятнее всего в 1860-х годах второй как раз в 1910 году после которого здание и стала служить церковью помимо этого были конечно и более мелкие ремонты которых мы насчитали как минимум 5 сейчас даже не стоит вопрос сколько было переделок и чем здание было изначально вопрос стоит почему официальной информации отрицается изначально другое назначение здания нам сразу говорят что это была изначально церковь так построенная но друзья вы сами видели переделки срок которых никак не вмещается в 20 лет официального существования церкви нет ничего уголовного в том чтобы признать что под церковь использовали ранее существовавшее здание просто переделав его под церковь однако нам втирают дичь про то что это сразу так построили отсюда возникают вопросы зачем скрывать и кому это выгодно и вот скоро друзья дам ответы на эти вопросы назвав имена предателей поверьте эти ответы шокируют многих друзья сегодня в этом фильме я озвучил ровно то что мы увидели сами своими глазами если вы увидели что-то еще или считаете что увиденное нами понято как-то неверно то излагайте свою точку зрения в комментариях буду рад ответить каждому благодарю вас за внимание и за то что досмотрели до конца не прощаюсь ибо самое интересное еще впереди всего вам доброго до скорых встреч